Всем привет, с вами МорВК и Реальный Рандом. Вышел наконец-то 10-й Голландец в свет, и мы о нем сегодня поговорим. Для тех, кто не в теме, напоминаю, что эта рубрика основана на том, что я рассказываю частично, чуть-чуть, прям капелюшечку про ТТХ. Показываю свою сборку, потом идем в бой. Если бой хороший, то хороший, плохой, плохой. В общем, обычный боец, без прикрас, без накатки боев и поиска того самого идеального нагиба, чтобы рассказывать о своей легендарности вплоть до пятого поколения. Просто сражаемся с тем, что выйдет. В рандом, в смысле, выйдет, но вы поняли. Так что давайте теперь переходить к характеристикам, ну и так далее. Собственно, 10-й Голландец, вершина, ветка в Голландии тяжелых крейсеров, но обладает он броней примерно такой же, как и девятка. Ничего там уникального нету, в каком контексте, чего-то более крутого. Корпус здоровый, есть оконечко 25 мм, куда вас могут замечательно прошатать. Есть бронепояс 40 мм, что может даровать вам рикошеты, если будут четко стрелять в нос, либо снаряды сюда зарандомят. Также фугасики туда некоторые не пробивают. Палуба имеется 30 мм, что выдерживает фугасы легких крейсеров и эсминцев без инерционки. И непосредственно сам бортовая обшивка 30 мм, за которой спрятан бронепояс 225 мм, за которым спрятана цитадель еще в немножечко миллиметров 40. Ну, кстати, с голландцем немного броня девятым отличается. Тут я думал, что больше похоже, хотя плюс-минус то же самое. И жопонька у нас тоже 25 мм. Суть в чем? Носом иногда удается что-то выстоять, в корму иногда залететь может очень много урона. Бортина танкует как правильно, принятием дамага. Сюда полубронебойки залетают, ББшки залетают. Цитадель, конечно, вылетит, не вылетит, дело рандомное. Но, в общем-то, корабль способен продержаться под определенными противниками, что-то танкануть под определенными углами. Но, по факту, он мягковат. Кто бы что ни говорил, пробивают его хорошо. Особенно полубронебойки в Бортину. Это я вот надеюсь, что нам не удастся посмотреть в грядущем бойце. Ну, корабль сам по себе еще имеет 51 900 хп боеспособности. ПТЗ 25%, что, кстати говоря, не особо-то густо для десяточки. В принципе-то нормас, но корабль крупный. И для крупного корабля не шибко хорошо. Тем не менее, этого хватает, если не ломиться под фокус огня противника и выбирать себе правильно вражин. То бишь, брать либо одного, либо двух во враги и с ними воевать. Максимально же наша выживаемость достигается даже не броней и живучестью, а непосредственно применением маскировки. Инвиз у нас, несмотря на размеры, очень топовый. Если его подулучшить, так вообще на 10 километров светимся. А это дарует, между прочим, тактические возможности. Подошел, подловил, подстрелял кого-то, подстрелил кого-то, саппортнул кому-то на точек. Ну, в общем, не мне рассказывать сто раз одно и то же. Применение маскировки – это важная составляющая игры на голландском крейсере. Маскировка, конечно, дарует нагиб частично, да, и выживаемость. Но маневренность, вот, к сожалению, уже не такая хвалебная. В принципе, скорость у нас адекватная, циркуляция тоже адекватная, время перекладки рулей адекватное, но с учетом вот все того же размера корпуса, немножко бривдоподобны. Неспешно циркулируем, пока развернемся, в тушку могут нам и знатно засандалить. В принципе, принять можно, не такой уж негативный параметр, но на какую-то бодрую динамику рассчитывать не нужно. Что же касается артиллерии, то здесь три башни по три 283-мм ствола. Там у них ТТХ всякие. Суть в чем? Косоватые, достаточно долго перезаряжаются по меркам крейсеров, но для такого калибра весьма быстрые. Сами башни хорошо крутятся, то есть можно вести цели на любой дистанции. Это удобно. Главный минус – это дальность стрельбы. 16,5 километров. Базовой дальности, конечно, на хайлевельный боец нам будет не хватать. Что же касается урона снарядов, все замечательно, претензий абсолютно никаких нет. И урон фугасов, и шанс пожара, и ББшка при цитаде линии противника даруют хорошее впечатление. Также хорошее впечатление дарует авиаудар. Вот что действительно. Воплощение нагиба – это вот эта штука. При правильном применении кабины противнику ломает на ура. Бронепробитие 38 миллиметров обеспечивает проникновение вглубь большинства противников. Ну, а урон и шанс пожара делает оставшийся с противником. Ну, что там осталось? Ну, как бы там делает? О, кишки разматывает. Страшное зрелище, я вам скажу. Главное – попасть. Конечно, в каком контексте? Главное – правильно точку поставить. Потому что найти врага-жинку, на кого это можно применить, с учетом маскировки, не составляет труда. Ну и ПВО у нас имбовое. ПВО очень качественное, дальнобойное, разрывы, урон разрывов, постоянный урон в аурах. Все замечательно. Могем сбивать самолеты. В этом плане, товарищ наш золотой Гудейн Хотен Лев, вот это вот там на голландском не смог сказать, лингвистических способностей не хватает. Ну, в общем, Левушка наш могет. Могет в самолеты, могет в артиллерию, могет в выживаемость. Главное – приноровиться вот к размерам корпуса. Здоровый баркас. В этом основной минус. Ну и дальность стрельбы. Короче, в общем, докопаться можно всегда до чего-то. В целом, хорошая лодка. Дамажит. Живет. Погнали теперь к сборке. Значит, что у нас касается модернизации. Берем основное вооружение. Пренебрегать им не стоит. Сюда тыкаем габ. Если на предшественниках я уже склонялся к тому, что я вот как бы прокачиваю ветку, да, я вот говорю, что габ приоритетный, но можно взять там и систему борьбы за живучесть, на топе уже не делаем исключений. Топовый корабль нужно собирать всегда в лучшую его сборочку. Берем габ. Габ надо время действия продлевать. Сюда берем систему наведения. Точности не хватает. Эта модка хорошая. Лично я предпочитаю играть с рулями. Принцип вы знаете. Активные маневры. Кто любит зад-назад подергать. Энергетическая установка. Улучшаем маскировку. Это все-таки основа выживаемости. Ну и в принципе дарует хорошие впечатления. Ну и в шестой слот дальности. Дальности базовой недостаточно, поэтому ее разгонять нужно. Иначе очень часто во время бойца вы будете выключены из сражения. С тем учетом, что там краеходы где-то на белой линии елозят. Без дальности ну никуда. Значит, что касается перков. Здесь уже сложнее. Вспомнить сходу, может быть, не смогу. Но берем заряжающего. Это важная штукенция. Берем улучшение гапа. Берем отчаянного. Берем систему маскировки. Довешиваемся доп-хилочку. Сгодится, как и всегда. Ну и дальше смотрите. Я бы сказал, что вот это вот, возможно, базовые такие основные наши перки. Но здесь кое-что откажемся. Во-первых, башни крутятся у нас быстро. Поэтому башню улучшать не надо. И можно теперь идти вот непосредственно. В смысле просто перескочил. Умная же голова. И можно идти в несколько путей. Я пойду в путь ПВО. И дальше пожарки завесим. Завесим. Почему? Потому что ПВО мощнейшее. Хочу мстить авианосцам за боль других кораблей. Поэтому лично я буду играть в ПВО. Но для альтернативы, для проникновения и поглощения, так сказать, вражеского хпши, вражеской хпшки, можно идти вплоть и до утяжеления в ББ. МБ-шками иногда очень часто стреляем. Небольшой прирост. Он чуть-чуть по крапиночке, но сказывается позитивненько на общем уроне. И довешивать сюда хоть отличника артиллерии, хоть радиопеленгацию. Здесь я бы сказал, что все сводится к тому, что это уже ваше личное предпочтение. То есть вот эти перки это обязательно. А дальше то, что вы хотите получить от корабля, делайте уже под себя. Нагиб эсминцев, радиопеленгация пригодится с отличником артиллерии, к примеру. Хотите завесить, улучшить свой урон, тяжелый ББ, тяжелый ОЭФ. В общем, все на вашу волю. Я вот по самому простому пути пойду, я ПВО улучшу. Мне так больше нравится. Но намек я вам дал. То есть куда-то уходите вот в эту сторону с улучшением снарядов. И в принципе так играть можно. Просто не хочу пренебрегать ПВО. Надеюсь, бой будет с авиком грядущей. И мы сможем оценить масштаб его разрушения. Хотя можно играть без улучшения, оно вполне себе хорошее. Что касается перков. Абсолютно берем вот эти вот. Все нужно, все пригодится. И есть исключения. Вот допустим можно отказаться от Джулет Янки. Что-то нам его впихнули. Улучшить шанс пожара частично. В силу того, что гап мы лично улучшаем, то Сьерра Браво берем также обязательно. Вот Индия Янки точно снимать не стоит. Потому что, ну, горим мы очень хорошо. И я думаю, вот что-что. А это точно нам лодка продемонстрирует. Ну и все. В принципе, вот с такими боевыми сигналами я пошел бы. И пойду на грядущую войну. Тыкаем в боец. Такса. Ну вот нас и закинуло в сражение. Монобой. Авианосец присутствует. И два эсминца. Пять крейсеров. Четыре линкора. Замечательно. Превосходство. Эсминца, конечно, одного не хватает. Но с тем учетом, что точки как бы две надо захватывать, я думаю, что наши, конечно, мужественные воины справятся с этими задачами. Мы же сейчас будем как-то подстраиваться под ход сражения. Где-то сближаться, чтобы применять авиаудар. Где-то будем бежать в случае чего. Ну и пытаться, конечно, надо нанести приемлемый урон. В контексте нашей лодки, уровня, будем стремиться к тем самым пресловутым 100 тысячам. Но я думаю, набьем, если нас быстро не сваншотят. А пока давайте погрузимся в плавание. Вот так вот скажем и пойдем. Смотрю я, конечно, на этого голландца. Ну реально, у меня нет ощущения, что это крейсер. Ну крайне здоровая лодочка. Хотя формы у нее такие. Красивые, привлекательные. И вот пока мы с горем напополам нашу максималку набрали, можно обратить внимание на то, что углы стрельбы кормовой башни не особо хорошие, потому что приходится нам что делать правильно. Подворачивать корпус нам придет, чтобы стрелять фулл залпом. Это хорошо, он там тестирует. Мим плывут, тормозить не умеют. Ну зато теперь пойдет в правильную сторону, где будет удобнее воевать. Главное, что он будет нам мешаться. Видим Минотавра, быстренько на ББшке перескакиваем. И давайте доворачиваться. Доворачивать, доворачивать, доворачивать. Но Минотвар не стал уходить в нужную нам сторону. Скидываем авиаудар. Пока ждем его подворота, он не знает, что мы здесь. И вот сейчас пошли наши ББшки. С тем учетом, что это 283 миллиметра, зайти в него они должны крайне хорошо. Через пять сквозняков зашли. Это плохо, но свой дамаг какой-то мы с него ковырнули. Могли бы лучше, но не смогли. Не смогли. Но 13 тысяч положили, это хорошо. Голландцы, чем мне нравятся вот эти высокоуровневые, то, что на них нужно чередовать как-то снаряды умудряться. И выбирать более оптимальный тип боеприпаса, исходя из ситуации. К примеру, вот сейчас будем пытаться Шимаказа прострелить. Нам сюда нужны уже фугасы, само собой. И стрельнем по последнему засвету. Давай-ка на ББху. Может, Минотавр выйдет вот сюда вот. Просветик и будет нормас. Что там, Шимка наша выжила? Выжила, выжила. Мы, кстати, пожар завесили на эсминец. И он эффективный. Он дает нам какой-то микроскопический урон. А Минотавр погиб. Здесь, конечно, возникает вопрос на тему того, какие-то торпеды по дальности. Я думаю, что 12-километровые. Больно быстро идут. И вот тут уже вопрос. От нас до Шимака за 12 километров сейчас будет, когда он их пускал? Или не будет? Придется, короче, притормозить. И вот в это вот окошечко уместится. Нет, он. Значит, зря подстраховались. Ну, ничего. А у вражин уже минус 2, понимаешь? Минус 2 килла. Видимо, как всегда, нам здесь подкручивают. Зря Шимакас замыкается на стояние на месте. И вот этот вот странный проспам лучше бы вышел из дымов. И реально бы просветил бы этот эсминец. У него не так много ХП. За ним стоят союзники. Союзники, 2 ЛК, Наполи плюс ПМКшная. Да, очень близко. И мы зацелены в надежде дать урон. Но ничего тут нам не светит. Короче, поэтому пока погребли в атаку. Нашему флангу, конечно, надо атаковать. Потому что нас здесь больше. Но, как всегда, ПМК, линкоры, атака вещи несовместимые. Ну и эсминец, который пока разведки не оказывает. Это тоже всегда примечательно. Не знаю, что он пятаки крутит. Ну и эсминец же вот здесь вот. Ну вот здесь вот и иди подсвети. Мы сейчас габ прожмем. Скоро, скорее всего, прожмем. Но не знаю. Вот он засветился. Даем залпец. Пошли ББХ. Что-то я не подготовил фугасы. Не попали. Там, в принципе, даже ББХ, если попадет, то Шимакас отъедет. Ну, идем пока на сближение. И давайте все-таки зарядим фугасы. Начнем по Славе фугасом стрелять. Боюсь, ББшка в нос ее не будет карать. Поэтому сделаем ставочку на шанс пожара. И вот уже габ здесь прожмем. И со Славой непосредственно сближаемся. Во-первых, у нас авиаудары. Уже два подготовлены. А я бы сказал, на голландцах стоит их тратить по КД, чтобы они не простаивали. Поэтому-поэтому идем мы на прорыв. Наполи там должна будет этого Леву тоже пощемить по краешку карты. А мы пока полицезреем три непробития без пожарки. Стреляем. Нас, если что, Слава в нос пробивает. Но что но правильно. Пробивать-то пробивает, но... Может не попадет. А может и попадет. Так, авиаудар один. Он почти проскочил. Здесь там Ямадка по нам стреляет. Вон 17 тысяч авиаудар. И второй 7 тысяч на два пожара. Здесь надо быть уже аккуратнее. Можем подставиться. Главное, что пожар из ГК нифига не прокают. Вот что меня печалит. Эсминец там выцепили. Давай стреляем. Сюда мы скрылись. От Ямато. Слава сама в Шимака стрельнула. Ну, это логично. Че и не убивать-то его. Мы с ББ сейчас быстренько скачем на Фуги. И в принципе надо здесь тормозить и готовиться назад задавать. Потому что Лев не убит. И он сейчас будет выходить нам в Бортину. Я надеюсь, что все-таки я завешу рано или поздно пожарку. Но ни в какую. С ГК не хочет залетать пожар. Просто ни в какую. Ну вот, залетел. Слава тебе Богу. Это мы танканули. Авиаудар у нас готов. Где-то тут Ямато под островом стоит. Давай шлепаем на него авиаудар. Сами пытаемся отсветиться. Так, Слава сдохла, да? И сейчас будем на Ямато доворачивать. Ну как, не на Ямато. От Ямато мы скорее будем отворачивать. Но тем не менее, я имею в виду, что будем выходить на какой-то прострел на него. Если вот нам здесь господа не помешают. И знаете, вот так вот авиаудар поднакидали. Да, и вроде Пурони у нас есть. А это вот тот враг, с которым я меньше всего хотел бы биться. Потому что реально полубронебойки очень сильно карают. Очень сильно. Ну а мы как бы сквознячочек подтыкнули. Да хорош. Угу. Вон 8 тысяч вхерачило. И ничего, и фамилии не спросило. А здесь все реально не могут убить этого льва. Придется вот идти сейчас именно на него. Я думал, туда будем больше акцент делать на войну какую-то. Нет. Надо убить сначала чувака на фланге, который мешает. Мы даже с этого... С авиаудара подшлепали, короче, самолеты. Да, да, да. Залетел нам цит, хотя мы не светимся. Ну это нормально. Нормально, потому что я играю. Все логично. Ну и дальше ждем, что вот здесь Наполе на свете. Почему Наполе через ПМК не могла догнать этого льва. И мы сейчас вот толпой тратим время на его уничтожение. Надеемся на его уничтожение. Цепанул авиаудар его. Ну блин, он довернулся сейчас на Наполе. Зачем, непонятно. Потому что у Наполе торпеды есть, как минимум. Бессмысленный товарищ. Зачем он это сделал, не ясно. Может сказать, и зря мы на него шли. Но надо было подстраховаться. Его надо было убивать. Это факт. Потому что и так он мог нас прострелить очень хорошо. И мы уже могли бы и в порт бы отъехать при случае. Но товарищ нерасторопный оказался. Поэтому нормас. Отстреливаем фуги. Получаем. Ничего не получаем. Он и так погиб. Жалко, что авик на нас не полетал. Ну то есть невозможно оценить. ПВО оказалось для нас. А авик на нас не летел. Вот то есть мы четыре самолета сбили только с этого авиаудара. Голландец. Итальянец их задымился. В общем, все прелести рандома. И Слава, по идее, как умирает, мы победили. Живем, собственно, с этим. С этим, с этой мыслью. С этим всем. По дамагу боец в итоге не очень. Мало у нас было противников. И, как это и положено на хай-левеле, прошла турбина. Благо, дело условно мы победили. Могло быть и наоборот. Сквозняк и пробитие. Только там пробитие с уроном сквозняка. Ну и все, бой заканчивается. Давайте немножечко подытожим. Что мы имеем? Мы имеем мощнейший авиаудар, который удалось продемонстрировать. Хорошо. Бомбы покидали. Бомбы попопадали. Бомбы нанесли очень существенную часть нашего урона. Практически 40% там с копеечкой. А с пожарами так и больше 50%. Поэтому голландец с той точки зрения, что он выходит на какую-то позицию, да, дотягивается авиаударом. Удачно этот авиаудар откидывает. Чувачок кайфует. Кайфует колоссально. Этим мне голландцы сильно нравятся, потому что они раскумаривают носостоятелей просто на ура. То есть вон там окопались, попали, все погибло. Другой вопрос, что у ГК, да, оно в теории тоже может надамажить. Здесь калибр позволяет иногда раскрыться с неожиданной стороны. Но нам не повезло на сражение. Мало было целей, по кому можно было пострелять. Что там все, 42 попадания, 7 из них сквозняков. Остальное там пробитие, непробитие. Но важно что. Чтобы зацитаделить противника, как мы это продемонстрировали, нужно попасть ему в бортину. Желательно на дистанции километров до 15. По некоторым крейсерам, типа вот как Москва, можно и подальше вкинуть циты. В этом бою, конечно, не посмотрели, но уже на личном опыте об этом я могу говорить. Играем-то не первый раз на нем, да. То есть можно подцитаделить крейсера. Можно хорошо пробить линкор в бортинку. Никто этого не отменяет. То бишь, ББхи по бортоходам прям заряжаем и пытаемся добиться максимального эффекта. Во все остальные проекции фугасики. Фугасики хоть у нас что-то и не стали поджигать, забрезговали. Но по факту, с учетом перезарядки, с учетом калибра, с учетом вот этого всего дела, да, ТТХшного, рано или поздно пожары завешиваются. Шанс пожара хороший. И ЛК эти можно выжигать, и противные, но состоящие крейсера. В итоге получается, если вы контролируете дистанцию до противника, правильно применяете тип снаряд и вовремя применяете еще и авиаудар, ну лодка на самом деле дамажна. Турбина, по сути, что мы там сыграли по времени, нет ничего. Крайне быстрый бой. Мы все равно успели отбить дамаг. Я с уверенностью могу сказать, что если бы я сейчас был на каком-то другом крейсере, ну вот отнимите вот это вот, где тут, подожди, отмените, отмените, уберите, удалите вот эти 40 тысяч, и мы бы сейчас плавали с таким дамагом, потому что мы особого влияния на бой не оказывали. Это турбина хайлевельная. Ничего с этим не попишешь, поэтому такой исход. По опыту тоже не шибко куда-то поднялись, потому что урон по команде размазан. Грубо говоря, даже та же Наполи, которая по краешку там елозила, да, воевала с Левой, она не шибко ушла по опыту вперед и не отстала. То есть урон у всех плюс-минус одинаковый, просто господа почили слишком быстро. Там вот, грубо говоря, только Кремль, Петропавловск, Гибралтар, вот подвыделились за счет захвата точек и так далее. Если бы на Носавик летал, к сожалению, не смогли мы тоже посмотреть это дело. С самолетами бы тоже себя подняли в топ, самолета сбивать могем. В итоге получается вот такая лодка. У меня к ней крайне приятное отношение, хороший баркас. Главное умудриться его реализовать в мире вот этого вот всего самого светлого, прекрасного и нагибучего. На десяточках. А на этом все. Лайкос, подписка, отписка, спонсорка для желающих. Все имеется. Делайте, что вам в душе, как говорится, к чему вас душа располагает. Ну а мы с вами увидимся в боях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok